Всем привет! Меня зовут Алина и это серия видеоуроков по танцу живота для начинающих. И это наше первое видео из этой серии. В этом видео мы с вами выучим несколько основных позиций рук танца живота. Также я расскажу, как необходимо правильно держать кисть в танцу живота, как держать плечи, туловище, голову. Итак, давайте начнем с положения туловища. Туловище необходимо держать таким образом, чтобы избегать положения крупной спины. То есть не должно быть вот такого. Для этого подаем грудную плетку вперед, приподнимаем чуть вверх и держим себя в этом положении. Как держать плечи? Плечи должны быть расправлены и опущены. Поднимаем плечи вверх, вводим назад и опускаем вниз. Кисть нашей лопатки тянутся вниз в пол. Держим себя таким образом. Голову необходимо держать так, чтобы наш подбородок был чуть-чуть приподним. И не опускаем вниз. Кисть в танце живота. Вообще есть несколько вариантов, как держать кисть, но я покажу самый основной, самый классический и распространенный. Кисть нужно держать таким образом, чтобы большой палец был направлен чуть вовнутрь, а средний палец был опущен немного вниз. И при этом между ними есть, на расстоянии они не касаются друг друга. Остальные пальцы вместе. Вот таким образом нужно держать кисть и другой рукой тоже. Большой палец чуть направлен вовнутрь, средний палец опущен чуть вниз. Средний и большой палец тянутся друг к другу, но не касаются. Пальцы руки не напряжены. И позиции рук. Вообще в танце живота гораздо больше позиций рук, но я подобрала несколько самых основных, самых распространенных для уровня начинающих. В дальнейшем, если это будет недостаточно, я добавлю еще несколько позиций рук. Но пока ограничимся несколькими позициями. Первая позиция, вообще договоримся, что нумерация позиций будет условной, не как в классической хореографии. Позиция, когда две руки раскрыты в стороны, у нас в этой позиции, нам необходимо держать руки таким образом, чтобы кисть не поднималась выше плеча. При этом у нас локти до конца не выпрямляются. Не нужно его делать вот так. В локтях остается, руки должны быть такими, чтобы образовывалось некое такое обальное положение. Можно представить, что мы держим большой шаг и руками упираемся в шаг, держим его. Вот в этом положении вот так нужно держать в танце живота руки. Это основная стойка в танце живота. И следующая позиция, это когда две руки подняты вверх. При этом наши плечи не поднимаются к пшам. Вот так не нужно делать. Плечи вниз, руки вверх. Овальное положение рук сохраняется. И следующая позиция, когда у нас одна рука смотрит в сторону, другая вверх. Также принцип такой же. Плечи к пшам не поднимаем. И овальное положение рук сохраняется. Поменяем руку. Запоминаем это положение, эту позицию рук. И следующая позиция, это когда одна рука направлена вперед, а другая вверх. Все то же самое, овальное положение рук сохраняется. Поменяем руки и постараемся запомнить. Запоминаем. И следующая позиция, это когда одна рука направлена вниз, рука вверх. Также овальное положение рук сохраняется. Рука, которая внизу, она не болтается, не висит. И следующая позиция рук, это когда две руки опущены вниз. Эту позицию я специально подобрала для того, чтобы немного облегчить, снять напряжение во время обучающего процесса. Потому что во время обучения новичкам очень тяжело держать длительное время руки вот в этом положении. Я знаю, что у вас встают руки. Когда встают руки, можно их опустить в это положение, в эту позицию. Дать рукам немного отдохнуть и снова раскрыть. И так же хорошо в этой позиции учить новые сложные движения. Эта позиция дает возможность сосредоточиться на освоении каких-то новых движений. После того, как движения выучили, уже можно раскрывать руки в стороны и выполнять вот из этой позиции. Так. Повторяйте все эти позиции. Учите. Они нам очень пригодятся в дальнейшем. Если вам что-то непонятно, напишите в комментариях, что конкретно вам непонятно. И я вам отвечу. Так же у вас есть возможность записаться на урок в живом формате. Ссылку для записи на урок в живом формате я оставлю в описании внизу под этим видео. Если вам все понятно, то ставьте лайк, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал, потому что в следующем видео мы с вами разберем, как необходимо держать ноги, разберем особенности положения ног в танце живота. Увидимся в следующем видео. До новых видео.